Продолжаю короткие ежедневные выпуски моего видеодневничка, рассказывающие о том, как жила Камчатка в этот день в разные годы века минувшего. Газета «Большерецкая рыбак» 9 января 1941 года опубликовала заметку «О рабочих не заботятся». У Большерецкого комбината имеется сельхозферма, которая расположена на расстоянии полутора километров от центральной базы. Казалось бы, расстояние небольшое, но для руководителей комбината это расстояние зачастую является непреодолимым. Рабочие сельхозфермы снабжаются через ларек, но товары туда попадают в последнюю очередь, что останется. Так рабочие остались без зимней обуви, без сапог. Ларек на сельхозферме оборудован плохо, через закрытые двери свободно пролезет собака, хранить товары там нельзя. Это мало беспокоит товарища Соколова, который за все время работы на сельхозферме был один раз. Дирекции комбината и общественным организациям особое внимание нужно уделить быту рабочих на сельхозферме. На сельхозферме работает семья товарища Подкопаева, которая состоит из восьми человек. Трех рабочих, двоих учеников, остальные малыши. Живут они в маленькой темной комнате. В комнате сырость, крыша плохо покрыта, потолок забивает снегом, дым, двери притопки открыты на стеже, спать приходится на сыром полу. Дети товарища Подкопаева не имеют возможности заниматься дома, а взрослые после работы не могут отдохнуть. В таких условиях семья товарища Подкопаева живет с весны 1940 года. Зав сельхозфермы товарищ Шашкин на все запросы рабочих об улучшении бытовых условий, о снабжении спецодеждой отвечает. Вас здесь много, и вы все плачете, что квартиры плохие, что обуви нет. Я вас обеспечить не могу. А кому условия плохие, так на его место рабочих найду. Так заботится Шашкин о нуждах рабочих, и так заботится о сохранении кадров. Издевательство над рабочими, пишет газета, вошло в привычку у Шашкина. Партийной организации нужно поставить вопрос ребром. Может ли в дальнейшем руководить сельхозфермой товарищ Шашкин? Напомню, что газета «Большерецкая рыбак» выходила в свет на Большерецком рыбокомбинате в конце 30-х, 40-х и 41-м годах. С началом Великой Отечественной войны газета прекратила существование. Это был выпуск рубрики «Камчатка день за днем», 9-й день января.